Всем привет! Сегодня у нас будет история о женщине, которая замужем за турком. Я зачитаю вам историю своей подписчицы, и она ждет, конечно же, ваших советов и просто комментария по этому поводу, как ей поступить. Так что давайте приступим. Здравствуйте! Я хочу поделить свою историю, узнать ваше мнение о ситуации. Я замужем за турком 5 лет, детей нет, получила в сентябре гражданство, а теперь кратко о нашей семейной жизни. Познакомились мы в интернете, уже сразу он говорил о своей любви, познакомил с мамой, тетей по скайпу. Через 2 месяца общения он уже приехал в Украину, это был декабрь месяц, это был его первый выезд за границу. Этим поступком я еще больше к нему привязалась. Что сказал, то и сделал. Ну, как бы отлично себя повел мужчина, тут нечего добавить. Летом я ездила к нему домой, он живет с родителями, потом он приехал ко мне уже домой, я живу с мамой, и снова я полетела к нему. В общем, мы общались 2 года, раз в полгода ездили друг к другу, все идеально, мне кажется. Познакомились со своей роднёй, все встретили меня приветливо, приехала я сюда влюбленная в розовых очках, и знаю, и он любит меня, или это что-то другое. У меня отец пил, родители развелись еще когда я была маленькая, и для меня важно было, чтобы муж не злоупотреблял алкоголем. Вот у меня из этого антипатия категорически к пьющим, хотя если банку 2 пива на выходной, ничего страшного, или на пикнике с друзьями выпить, пускай. Он мне говорил, я же мусульманин, я не пью только на праздник. Также было с ревностью, замечала, что он постоянно в толпе меня как бы защищает толпы, обнимал, только за руку водил меня, но тогда я думала, что он просто оберегает меня. Кстати, я бы так же подумала, и мне кажется, нормальное поведение, достойное мужчины, и не только турки бы себя так повели в толпе, ну как бы это нормально, да? Но только тогда, как я приехала с вещами, мы расписались и началось. В автобусе. Почему здесь села? Ага, здесь мужик. Почему встала? Здесь села, здесь мужик. Уже на улице, иди сюда, иди туда, иди здесь, сядь здесь. Почему собакам еду здесь дала? Ага, здесь какой-то опять мужик. Если машина пропускает, и водитель мужчина, он держит меня за руку, чтобы не переходить дорогу, и показывает водителю, проезжая с недовольным лицом. А как водитель женщина, так он поклонился, взял меня за руку, потащил через дорогу. В общем, негатив у него проявляется ко всему мужскому населению, неважно, это дед или подросток. На рынок не иди, я сам. Никуда особо не ходим, поскольку без скандала не возвращаемся. Он как петух смотрит на всех проходящих мимо, он говорит, все на меня смотрят. Ну, то, что как бы я иностранка, наверное, да? Я была блондинкой, но сразу сменила на свой натуральный цвет волос. Короткое не ношу, открытое тоже, все, чтобы перестал просто ревновать. В общем, очень ревнивый. Ну, ладно, если бы я работала с мужчинами или общалась, а так прохожим ревновать, это ненормально, я думаю. Обращался к трём врачам в госклинику. Все сказали, проблема есть, нужно пить таблетки. То есть, проблема определённая какая-то с головой, да? Но он не хочет. Пробовал немного попить, но от них кружится голова. На этом всё и закончилось. Дома тоже. Почему в этой кастрюле готовишь? Почему шампунь открыла? Почему брокколи в холодильнике здесь положила? В общем, к всякой мелочи цепляется. А мне-то уже сейчас 37. Как-то на такую мелочь не хочется время тратить. И любит... И любит купить, например, 5 килограмм помидор. И так всего навалом. А потом каждый день перебирает. Если видит, что что-то начало гнить, это скандал, что я не слежу за этим. А главное, идёт на рынок, спрашивает, что купить. Говорю то и то, сколько. Но всё равно покупает, что сам захотел и сколько захотел. Не понимаю, зачем спрашивает меня тогда. И как оказалось, он очень любит выпить. Вначале постоянно я слышала, что воняет алкоголем. Когда он посидит в другой комнате, типа он матч смотрел. Но он говорил, я колонии намазался. Или я иду спать. А он сидит, типа хочет фильм посмотреть. Но я же в розовых очках была. Я не умею врать. И думала, он тоже. Но спустя, наверное, месяца 3-4 он, видимо, совсем обнаглел. Что даже начал забывать прятать бутылки за диваном. Я нашла то за креслом. Я поняла, что на протяжении стольких времени он врал мне. Ссорились много. Сошлись, что пить он будет только раз в неделю на выходной. Но никто, конечно же, это не соблюдает. Может, вы мне скажете, ну хочет мужчина выпить. Что такого? Проблема просто, что денег на меня не хватает. А на алкоголь есть всегда. Я здесь немножко ремарку сделаю. Нет, это ненормально. Это системный алкоголизм. Даже если раз в неделю, я считаю, тоже это не есть хорошо. Это такое. Есть просто разные стадии алкогольной зависимости. Но это зависимость, когда человек регулярно употребляет. Что я хочу купить из еды? Все потом. В другом магазине здесь дорого. Потом он принесет то, что нужно. Мне приходится все это с этим смириться и с его выбором. И так 5 лет. Например, как-то купила чупру, рыба. Не за 20 лир, а за 25. Так это был скандал. Так недавно увидела в магазине по 10 лир копченый лосось. Правда, маленький кусочек. Но так захотелось, чтобы купить больше. Я никогда и не спросила даже его. Я знаю, что дорого, он не богач. Но он посмеялся и сказал, ой, там, наверное, за 10 лир и 10 грамм будет. В общем, нечего покупать изначально. То есть этот выбор уже будет плохим. Такое не всегда, но такие моменты есть. Вот любит он сам купить, принести на его вкус. Когда доходит дорога, не бывает, оставит 50 лир. Потом деньги потратились. Он обязательно покритикует меня за покупки. Типа в другом магазине филе куриное на 2 лир и меньше. Но если бы я брала 5 килограмм, я бы обязательно, конечно, искала подешевле. А так-то я взяла 500 грамм. И так получается, неделю даст купить то, что я хочу. Потом снова он покупает то, что хочет. Так постоянно и ругаемся. Я не знаю, может, все здесь так живут, но в Украине я себе в еде не отказывала. И последние 2 года начались пихания, поскольку говорю, что уеду. Однажды так, что у меня был синяк навеки. Оскорбление постоянно уже, если я думаю не так, как он, то я салак, без мозгов, сус. Салак, без мозгов и сус. Сус это заткнись. Не просто замолчи, закрой рот, как бы переводится. Но сус это очень в грубой форме, это заткнись. Завали хлебало, как бы, да. Это очень грубо, некрасиво. Салак, ну, типа, я даже не знаю, как это правильно по-русски сказать. Ну, осел, типа, дурак. В общем, глупый человек, вот. Было такое, что я плакала громко. Он закрыл мне рот и хватал за шею. Но это не всегда так. Не бьет меня в лицо, что-то такое. Он просто пихается. Но так как у меня 50 килограмм веса, а у него 100, это мне, конечно же, причиняет физическую боль. Вот последний раз было такое. На 1 мая мне соседские детки подарили 2 розы. Такие красивые. Он пришел домой, был выпивший. Я сидела в комнате, он схватил розы, кинул им в меня. Потом схватил за шею и начал кричать, кто это. Но если бы сразу спросил, я бы сказала, что кто мне подарил. Но так как он не спрашивал, и я была в таком шоке, и мне было так обидно, что я просто закрылась, не смогла ничего ответить. На утро я собралась, он... На утро я собралась, то есть собралась, наверное, уходить, да? Он проспался, начал спрашивать, кто это. Я ответила, что это соседские дети. В общем, главным он считает... Главным виновным он считает не себя, а мать, которая дала детям розы. Вот детей, которые их подарили. Я за то, что я их приняла. Вот у него всегда кто-то виноват. Поругаемся, он пьет. Я виновата. Не думаю, не даю ему любви. У нас нормально все. И он опять выпил на работе, например. Что-то не так. Всегда, в общем, какая-то проблема. И ответ он пьет. Думала, мне поможет его мать. Говорила ей о его пьянстве, что руки распускает. Но, видимо, она не в курсе. И вот несколько дней пыталась ей звониться. И сегодня тоже может повлиять на него пьянство. Но она не берет трубку. СМС написала. Помогите мне. Он пьет постоянно. Тишина в ответ. Так что помощи нет. И он ей врал, что я как выйду замуж, стану мусульманкой. Поэтому она называла меня всегда Зейнеп. А мне сказала, что это просто, чтобы на улице не так было видно, что я иностранка. А недавно мне надоело, что всегда говорили Зейнеп везде. Я спросила, почему я Зейнеп? А она мне ответила, ты зачем в Турцию приехала? Здесь только мусульмане. И живем мы в квартире его матери. Он получает 2200 лир, 500 лир каждый месяц. И уже 5 лет он дает своей матери. Типа за аренду по 500 лир в месяц. Но мы живем от зарплаты до зарплаты. Особенно тяжело в зиму, когда газ просходуется больше. И моя мама никогда бы и Куруша не взяла за это. А его мать берет. Однажды, вернувшись из Украины, я увидела, что нет браслета золотого, который на роспись подарили. Я спросила сначала, сказала, не знают ли, где он. А потом оказалось, он сдал его, а деньги проиграл. В общем, только маленькая часть. Это только маленькая часть того, с чем я здесь сталкиваюсь. Это триллер какой-то, ребята. И хоть я здесь 5 лет, но язык так и не выучила. С ним общаемся на английском. Никуда не ходим особо. К его друзьям в первый год ходили 2 раза и 3 раза ездили на море. И положение финансовое не очень. Но я и не хочу ходить в рестораны на его выходной. Я рада просто по городу вместе пройтись погуляться. Пиде даже покушать, донор. 3 года я вообще везде, если ходила, то только с ним. 2 года я хожу на бесплатные курсы турецкого языка. И хоть что-то начала говорить, понимать, но слабо. Видимо, из-за постоянных стрессов мне язык не дается. Это как бы да, естественно. Но я почему здесь так долго? Потому что каждый раз обещаю, что пить не будет. Договаривались, что раз в неделю. На его выходной, что оскорблять не будет. Что давай начнем все сначала. Но что говорить не выполняет. И я знаю, он любит меня. Только вот любовь какая-то, что причиняет мне боль. Что пойдет к психологу снова, когда я ездила на Украину. К маме всегда возвращаться не хотела. Плакал, просил прощения, обещания. Я уже и не юная, странно страшно остаться одной. И в общем, неплохой человек. Но не знаю, почему со мной так. Наверное, и со мной что-то не так. Детей, конечно, хочется. Но я думаю, что не выношу ребенка в стрессе постоянно. И не хочется, чтобы ребенок рос в семье, где отец пьет. Так как я знаю, что это такое. В общем, так обидно, что в 37 лет нет ни детей, ни семьи. Не знаю, может, я виновата что-то. И у меня характери не из лучших. Но уже, наверное, дороги наши расходятся на этом. Хоть очень обидно, что так получилось. Не знаю, что делать. Хоть бы и здесь начать все сначала. Найти работу. Здесь, так как в Украине сейчас положение не из лучших. И всем рассказывать, почему вернулась, тоже не хочется. И не знаю, с чего начать. Где найти работу? Со слабым турецким. Как найти жилье? С чего начать? И так главное себя настроить, чтобы уйти. Вчера позвонила его тете. Она сейчас за гордом. Сказала, приедет. Он на ее звонки не отвечает. Не знаю, поможет ли она мне. Вот посмотрела ваше видео. Последняя ревность. И получается у меня так, что что-то в нем изменилось. Остальное все меня устраивает. Единственное, что здесь у девушки. Ну ладно, тут уже не будет. Скажите ваше мнение о жизни моей. Что мне делать? Стоит ли закрывать глаза на алкоголь? В общем, я полностью опустошена. Только плачу. Плачу целыми днями. Почему так произошло? Все со мной. Неужели я такой плохой человек? Я так несчастна. 12 минут. С такого огромного письма. Я давайте сразу схожу. Кто любит поумничать, поерничать, что-то поиздеваться и давать советы в таком ключе поддевка, пожалуйста, этого не делайте под этим видео. Может быть, это с какой-то точки зрения нечестно. Но я попрошу, чтобы вы не наносили человеку более тяжелую какую-то травму. Потому что у нее и так огромный ворох проблем. И она, естественно, понимает, что проблемы в ней есть. Сейчас я немножко постараюсь с точки зрения психологии дать какую-то консультацию, прояснить это, прокомментировать. Но вас я попрошу быть не слишком резкими и грубыми, потому что человек в такой ситуации, в таком психологическом состоянии, если на него надавить, он может сломаться окончательно. То есть имейте, девочки, в виду, когда будете писать комментарии. Но с другой стороны, пожалуйста, напишите комментарии поддержки. Я прошу тех, кто живет, я как поняла, здесь в Стамбуле живет, у кого есть информация, напишите, пожалуйста, дайте ссылки, если знаете. Не обязательно только на русском языке, но и на турецком пойдет. Какие-то центры помощи от домашнего насилия для женщин. У меня сейчас на данный момент такой информации нет. Кто в курсе, здесь старички давно живете, кидайте ссылки в комментарии. YouTube блокирует ссылки, но я их одобрю вручную. Под видео они появятся. Такую информацию давайте, потому что женщине однозначно надо уйти от этого мужчины. Мое вообще мнение, почему так произошло. Все это, у меня просто триллер реально, я читала, какой-то кошмар. Если трезво посмотреть на ситуацию, вы повторяете жизненный сценарий своей мамы. Вы нашли себе относительно такого же своего папу, который и пьет, и бьет. И вы его оправдываете, и вы его любите. И, как вы говорите, такая странная любовь, которая мне причиняет боль. Когда вам причиняет боль, вас не любят. Любви через боль, через страдания, через боль физическую в прямом смысле, через недовольство. Ее нет, это не любовь. Это ненормальные больные отношения. Это какие-то другие чувства, могут быть эмоции подключены. Но это не слово любовь. Любовь это когда любят, не причиняют боль. И принимают человека все комплексно, целостно, без каких-то оговорок. Полностью все поглощения людьми идут друг друга. У вас это не любовь. У вас больные отношения. Это классический абсолютно случай. Вам самой нужно идти к психологу, обращаться. Я не знаю, как насчет Украины. Здесь в Турции есть муниципальная. Но я в принципе с психологами в Турции напряжена. Есть хорошие. Я про то, что найти только по отзывам хорошим и уличению психиатра, у психолога в Турции. Это не дешевое вообще удовольствие ни разу. Это дорого. Это дороже, чем в России стоит. Посмотрите, может быть что-то муниципальное. Какие-то, знаете, в каждом районе, например, в Стамбуле, она пошла на курсы девушек турецкого языка бесплатные. Там же может быть и какие-то приемы психологов. Это курсы для жен. Знаете, все там и готовка, и всякие вышивания, и курсы языковые. Как правило, какая-то педагогика бывает. И у них вы можете на этих курсах, вот девушку, кто мне написал, узнать про психолога. Вам нужны работы с психологом, консультации. Не знаете турецкий язык, может быть там что-то будет по-английски. Короче, выход из ситуации может быть. Плюс еще прошу оставить ссылки. По-любому есть психологическая помощь. Что-то там на русском языке, какие-то центры помощи должны быть в Турции для наших соотечественников. Здесь помощь, кто там в домашнем насилии и все прочее. И там, скорее всего, на английском языке, если турецкие центры помощи, такие женщины, то там должно быть и на английском. Короче, надо искать, и вам надо обращаться. Уйти вы можете только через помощь психолога. Вы сами из этого не вылезете. Я потом еще уточняющее письмо девушке писала, спросила, почему, когда ты ездишь домой, ты не осталась там. Она сказала, что мама ее не поддерживает, ей не верит. Как бы я поняла, вот не без обид, как бы есть маме, лучше было бы спихнуть эту девушку. Помощи, отзыва никакой у мамы нет. И плюс муж, конечно, когда она уезжает там и все прочее, он начинает плакаться, обещать, на что она ведется и верит, и возвращается. У меня вот, если она уж так сильно хочет здесь остаться, вот только через психолога, через помощи, всяких абьюзов и всего-всего прочего, через такие центры ты только можешь от этого мужчины уйти. Уходить от него обязательно нужно. Но сделать ты можешь только через психолога, потому что ты не видишь вообще, что у тебя даже есть сомнение, что это нормально? А может, это нормально? А может, мне в нем просто не нравится ревность? Да тебе все в нем не нравится. И в нем нравится, ничего не может быть. Это больной человек, это алкоголик, это игроман зависимый, это и ревнивец. Он ходил в муниципальные заведения больницы, ему сказали, есть проблемы, пей таблетки, он не хочет. Конечно, не хочет, потому что он не хочет лечиться. Если даже врачи простые думают, что он в психиатру, скорее всего, куда-то ходил, сказали, что у него есть какие-то расстройства без особых обследований. О чем, блин, говорим? Это однозначно человек не только с аддиктивным, отклоняющимся, зависимым поведением, зависимым, ну вот, к алкоголик, игромане, раз он проиграл там деньги, все прочее. Это больной человек, и ты и жертва, и ты тут же и с ним в поруке, ты его и вылечить хочешь, ну, чтобы он еще что-то в нем, извините, в нем стало лучше. Что это за любовь? Это не любовь. Просто сейчас давайте какую-то консультацию объяснять. Вот мне нет смысла, потому что я все, что буду говорить, это будет отскакивать, как от стенки горох. Потому что девушка этого не поймет. Она в абьюзных, зависимых отношениях находится, и она от этого определенную свою карьфу испытывает. Она повторяет, вот главное, что хочу, чтобы ты услышала. Это ненормально. Второе, ты можешь из этих отношений выйти, и обязана, пока ты просто в них не умерла. У тебя будущего нет, детей там быть никаких не может и не должно. Это нездоровая ситуация, нездоровый человек. И в таких условиях детей не рожают, но детей нужны деньги, эмоции, любовь и забота. Этого ничего вообще нет в вашей семье. Ни любви, ни заботы, ни денег, ничего. Ты ребенка в никуда родишь, понимаешь, в это ужасные условия, когда сама страдаешь. Этого не нужно делать, Тарас. В этих отношениях нет никакого будущего. Ты можешь так прожить всю жизнь. Люди, которых мужья там пьют, у нас многие там наши тети, бабушки и мамы так жили. Вот это вот все наши совковые примеры, когда там не надо расставаться, терпеть, тащить на себе. Нафига. Думай о своей жизни, о себе беги просто оттуда. Но сможешь ты это сделать, только начав курс терапии психологообщения. Я сразу скажу, что я это на себя не возьму. У меня нет на это, к сожалению, времени. Но можно поискать какие-то, может быть, бесплатные в интернете каких-то психологов, какие-то консультации. Я думаю, что в Украине по месту жительства тоже это должно быть. Потому что в России по месту жительства бесплатная консультируя психологов есть. Просто многие процентов 90-е об этом не знают. Следующий вариант твоего побега, это вариант просто уехать домой в очередной твой отпуск, отлучку, если ты уезжаешь домой к маме, и не возвращаться. И там начать уже психологическое консультирование, найти по месту жительства своего что-то, начать консультацию, и хотя бы остаться там. Пусть мама не принимает тебе, ну извините, тебе уже под 40 лет, от доврения твоей мамы не нужно тебе. Ты решаешь в своей жизни, что делать. А не муж, не мама, не кто-то. Если ты решила менять свою жизнь, идешь до конца. Берешь всю волю, силу в кулак и делаешь это. Но мои слова, конечно, здесь не нужны, потому что девушка, я думаю, не готова и не хочет этого. Потому что когда человек готов и созреет, она даже его оправдывает. Ну он же меня не бьет по лицу, он меня просто придушил, он мне просто рот закрыл, у меня просто был синяк над бровью, меня просто толкнул. Нормально, блин. Алло, очнись вообще. Это не нормальное поведение, это не жизнь, это существование. Если ты бежал от своих проблем у себя на родине, и ты думал, что здесь будет лучше, так вот напоролось, как бы муж себя так показал, и вполне возможно, что если у него какие-то психические отклонения и все прочее, что да, он это скрывал, там себя очень хорошо вел, это определенная схема, есть система поведения таких дивергентных личностей. И ты хотела в это поверить, ты просто нашла своего нового папу, опять ты повторяешь мамин сценарий. Так что страх вот этот еще остаться одной, это не мужчина, за которого надо держаться. Здесь не должно быть страха остаться одной, здесь должен быть страх за свою жизнь, за то, что когда-то он тебя придушит, когда-то он тебя прибьет. И ты просто здесь тупо тратишь время, у тебя ничего будущего здесь никакого нет. Если ты хочешь, я тебе вот просто вкратце скажу, да, наметочку такую, ты хочешь изменить свою жизнь, примешь это решение, начинай шевелиться и делать, за тебя это не сделает никто. Больше учи язык, у тебя есть интернет, ютюб, учи какие-то, учись говорить на турецком языке, пардон, учи какие-то блоги, смотри на турецком, есть много каналов обучающих, бесплатных на турецком языке, отключайся от своей ужасной этой жизни, абстрагируйся, уходи в учебу, подтягивай язык, учи эти социальные какие-то центры помощи, иди к бесплатному муниципальному психологу, найди его, обратись в центр помощи, если ты сама не можешь это сделать, пусть обратись к людям, которые тебе поможут из этого выйти. Девочки, у кого не нравится их жизнь, кто считает, что они тратят время, у кого что-то похожее, как ситуация, которую я зачитала, ничего не ждите, бери в руки свою жизнь, я вот тот мотиватор, я тот пинок, которого вам не хватает, вот сейчас ты это слушаешь и сомневаешься, сомневаешься, я тебе говорю, жизнь проходит твоя, если у тебя есть дети, или ты планируешь их родить, им лучше от этого не станет, когда ты в плохих отношениях, и ты не любишь своего мужа. Запомните, что когда причиняют какую-либо боль, абьюз, моральную боль, физическую, абьюз финансовый бывает какой-то девушке, она вся в абьюзах вообще, когда там не дают деньги, запрещают общаться с кем-то и все прочее, это не любовь, это психические какие-то проблемы у человека, это не ваша история, если вы это видите, то, пожалуйста, решайте своей жизнью эти вопросы, уходите от таких людей и бегите, это не ваша история. Вот что я хочу этим видео донести, потому что разбирать все это, это, не знаю, час-два уйдет, консультации на это, понимаете, не хватит, это надо сидеть с человеком, начинать разбирать, доказывать, показывать то, что это ненормально, это неприемлемо, чтобы она это сама поняла и увидела, потому что она и в розовых очках была, а сейчас она в других очках, она не хочет видеть реальность, и она все равно продолжает его оправдывать. Какие-то слова поддержки хотелось, конечно, для этой девушки, или кто попадал в подобную ситуацию, или у кого в семье это было, или какие-то знакомые, пишите ваши примеры истории, покажите примеры этой девушки, чтобы она поняла, что так продолжать жить нельзя, мы должны быть этим пинком для нее, и показать, что это жизнь, это не жизнь, это существование. Я буду надеяться на вас. Меня просили отметить, это я все-таки скажу, но я подписана на канал, а поговорить это интервью, и там недавно было два фильма, вышли они по 2, где-то полтора-2 часа. Бьет, значит бьет, называет, забейте на ютубе, и посмотрите это видео, история реальная о домашнем насилии, о жертвах домашнего насилия. Я хочу, чтобы вы это посмотрели, посмотрели и поняли, что то, что последнее время, какие у меня истории на канале, все туда, все в эту кассу, все про домашнее насилие, как это все начинается, чем это заканчивается. Обратите вы ваше внимание на это видео. Спасибо за ваше внимание, будем ждать ваши комментарии. Всем пока!